Всем привет, дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления вкусного завтрака из яиц, картофеля и сосисок. Если у вас есть такие продукты в наличии, то обязательно приготовьте такой завтрак. А рецепт смотрите далее. Желаю вам приятного просмотра! Ставлю на плиту вариться 250 грамм молодого мелкого картофеля до мягкости. После закипания картофеля прошло 5 минут, я выключаю огонь, картофель готов. И снимаю его, сразу сливаю воду. И даю картофелю времени много остыть. Тем временем я беру пол луковицы. Весом 100 грамм. И нарезаю мелким кубиком. Также мне для рецепта понадобится 50 грамм болгарского перца. У меня он зеленого цвета и уже нарезанный. Но желательно взять красного цвета. Нарезать его или соломкой, или кубиком мелким. Разогреваю сковороду оливкового масла. Оливковое масло примерно беру 30 миллилитров. И обжариваю на этом масле, когда разогреется, 2 сосиски. Буквально по 2 минуты с каждой стороны. Стараться наобжаривать так, чтобы каждая сторона была поджаристая. Огонь должен быть при этом меньше среднего. Обжаренные сосиски убираю пока в сторону, на тарелку. Добавляю в это же масло нарезанный репчатый лук. И обжариваю его буквально 5 минут до полупрозрачности. Лук надо при этом постоянно помешивать, чтобы он не подгорел. По истечении 5 минут лук обжарился, и я выключаю под сковородой огонь. Беру 8 куриных яиц, я их заранее уже разбил в глубокую миску. Добавляю сюда 60 миллилитров жирных сливок, у меня 20%. Добавляю пол чайной ложки соли, и треть чайной ложки черного молотого перца. Натираю сюда буквально 30 грамм российского сыра. Натираю на мелкой терке. И все перемешиваю венчиком. В перемешанную смесь добавляю болгарский перец нарезанный. И обжаренный лук. Смешиваю все. Беру глубокую емкость для запекания. Смазываю ее растительным маслом. Выливаю в форму яичную смесь. Беру, теперь нарезаю картофель. Нарезать картофель нужно вдоль пополам. Разрезаю, сразу распределяю. Срезом вверх по всей яичной смеси. Затем беру сосиски, которые я обжарил. И нарезаю их кружочками. Тоже хаотично, так же распределяю по всей поверхности яичной смеси. Теперь отправляю эту яичную смесь в духовку, разогретую до 190 градусов на 15 минут. По истечении 15 минут я достаю этот омлет и натираю сверху сыр. По весу не могу сказать, но примерно так, чтобы сыр покрыл хорошо всю поверхность омлета. Так, не сильно засыпать, слегка присыпаю. Сбираю еще на 5 минут в духовку. По истечении времени мое блюдо готово. И еще один финальный штрих. Беру 10 грамм кинзы свежей и мелко ее нарезаю. И украшаю сверху свой завтрак. Вуаля! Мой завтрак готов. Попробуйте теперь и вы приготовить такой же красивый, главное вкусный завтрак. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх. Подписывайтесь, кто еще не подписан. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю вам всего доброго.